Всем привет! С вами я, Шелла Томикон, и, как я думаю, вы уже поняли по названию видео, сегодня я буду делать обзор на книжки. Да, сегодня мне привезли книжки с одного сайта, мы заказывали с мамой достаточно много. И сейчас я вам их все покажу, и, по-моему, будет круто, потому что они очень интересные. Первая серия книжек, это Часадеи называется, я думаю, многие из вас слышали, а если нет, то вот так они выглядят. Первая книжка, нет, первая книжка называется Часовой ключ, по-моему, насколько я помню. Вот, это самая первая. Там была первая, и была, по-моему, последняя. Но первую я уже давно прочитала, очень давно, и хотела как раз прочитать все остальные части. Их там много. Нет, не много, сейчас скажу, получается пять. Вот, дальше идут вот эти, Часовое имя. Вот так оно выглядит. Некрасиво очень сделано. Потом Часовая башня. Вот. И последняя, ну, нет, не последняя, но мы взяли ее, потому что на складе не было той книжки, которую мы хотели взять вместо нее. Часограмма называется. Вот такие вот три книжки. Они достаточно толстые, так что у меня есть, что читать. Вот, они очень интересные, по крайней мере, первая из них была просто вообще захватывающая. Автор Наталья Щерба, и боже, спасибо, и потому что это что-то, честно. Вот, хотя книжки, ну, как бы русские, мне, честно, нравится. Она очень интересно пишет. Вот так вот. Мы заказали новую серию, ну, как бы, нет, не серию, несколько книг, которые редкие очень. Питера Мейла. Я думаю, вы помните про этого писателя. Я вам про него рассказывала, я прочитала семь его книг. И мы заказали еще, нашли и заказали, это было очень круто. Первая из них называется «Последу Сезанна». Она совсем маленькая, но я думаю, я ее прочитаю очень быстро. Написано «Легкая, как воздушная суфля книга». Вот. В общем, вот такая красивая обложка. У него вообще все обложки хорошие сделаны. И сделаны книжки хорошо вот так вот выглядит внутри. Вот. Я пока не знаю про что там. Ничего еще не читала. Когда прочитаю все книжки, я сделаю обзор и расскажу вкратце, понравился или нет. Вторая книжка называется «Год в Провансе». Ее очень давно хотела прочитать, но не было. Вот. Она в мягкой обложке. Кстати говоря, это одна его книга в мягкой обложке. У него больше таких нет. Ну, по крайней мере, мы не заказывали. Вот. Вот так вот она выглядит. Тоже красивая очень. Вот эта книжка, она вообще тоненькая-тоненькая, называется «Собачья жизнь». Вот. И тут собачка нарисована. Это вообще теория моды. Обувь от сандалий до кроссовок. Вот так называется книжка. И мне она очень нравится. По-моему, будет здорово. Я сейчас прочитаю вам. Обувь от сандалий до кроссовок. Первая книга, в которой описана всемирная история обуви с древних времен до наших дней. Ведя своих читателей через сложный и многообразный путь обуви, авторы обращаются за примерами к обычаям и материальной культуре Европы, Америки, Азии и Африки. На страницах сборника затронуты самые разнообразные темы, связанные с обувью. Ужас средневековых моралистов через длинноносых... Господи... Перед длинноносыми башмаками роль обуви в религиозных ритуалах, эволюция мужского щегольства в восемнадцатом столетии, процесс постфрейтовской... Чего? В общем, сложные слова какие-то пошли. Ладно, я не очень разбираюсь в обуви, честно, но мне кажется, мне понравится книжка. Заодно побольше о ней узнаю, в смысле обуви. Вот. И да, у него есть еще книжки про вино и про еду во Франции. Но про обувь я у него первый раз вижу. Так что да. Вот такие вот книжки мы заказали. Сейчас покажу, сколько их. Вот так вот примерно. Вот, их немного, потому что это все, которые мы нашли Питера Мэйла, книжки последние, наверное, его. Хотя там было еще... Еще как-то... Сейчас скажу. Франция от А до З. Вот так вот, по-моему, называлась. Да. Вот. Это тоже его книжка, и я тоже ее хочу прочитать. И, наверное, мы ее в следующий раз закажем, но сначала надо это прочитать. Вот эта книжка, я сейчас ее начала читать, она походит на книгу, я думаю, вы помните, как была оформлена одна из книг Питера Мэйла, но это Франсис Мэйес написала. Сейчас. Мэйес, да. Вот, вот так вот выглядит Франсис Мэйес. Под солнцем Тоскана называется. Вот. Это Италия. То есть она пишет про Италию, я так поняла. И сейчас я вам покажу такую же практически книжку Питера Мэйла про Францию. Я встану на секундочку. Ой, вот вам. Или не покажу. А, покажу. Да. Пардонте. Вот так вот. Вот, то есть вот так вот, они очень похожи по этому сделанному, господи, по дизайну, вот. И я, когда мне пришла вот эта вот книжка сегодня, я подумала, что это тоже написал Питера Мэйла и удивилась, почему про Италию. Я подумала, что типа он туда, видимо, один раз ездил, а может быть он там жил год, например, один из своей жизни, вот. И поэтому написал, но я начала читать, а там пишет женщина. И я такая, о боже, кто это? Вот, может быть, это будет еще одна моя любимая писательница, если у нее есть еще книжки. Так что вот так вот. Вот. Прикольно, что они похожи на самом деле. В принципе, в принципе. На этом все. Да. Вот. Простите, что трогаю свои волосы, боже. Вас это очень сильно бесит, я знаю. Извините, у меня просто, я не знаю, привычка глупая образовалась откуда-то. Вот. И вы пишите насчет освещения. Ребят, сори, просто сейчас вечер. А я за сегодняшний день не успела снять, потому что у меня не было времени. Я сегодня очень много бегала, гуляла, занималась, в общем. Вот так вот. Завтра будет нормальное освещение, завтра я буду снимать или утром, или днем. Скорее всего, днем. Вот. А сегодня лампа. Девять вечера. Я ничего не могу сделать. В принципе, на этом все. Всем пока, с вами была я Шарлота. Нет. С вами была я, Анастасия Русинова. Надо в начале видео тоже говорить, что я Анастасия Русинова. А то как-то неправильно получается. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне позитивные и креативные комментарии. Я буду, как Катя Клэм, позитивные и креативные. Вот. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok